Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Помоги нам, Господи, Бог наш, потому что мы полагаемся на Тебя, и во имя Твое мы вышли против этого полчища. Господи, Ты наш Бог. Не дай человеку одержать над Тобой победу. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, перед которыми вы кажетесь себе бессильным, мы все сталкиваемся с ними. Они приходят в форме диагноза, в форме трудностей в отношениях или финансовой нужды. Жизнь значительно сложнее, чем мне бы хотелось. Даже для хороших людей, а не только для плохих. Зачастую жизнь приносит трудности. Господи, никто, кроме Тебя, не сможет помочь бессильному устоять против могучего. Помоги нам, потому что мы полагаемся на Тебя, и во имя Твое мы вышли против этого полчища. Не дай человеку одержать над Тобою победу. Наш Бог-Освободитель. Скоро мы будем читать по плану книгу Даниила. Удивительная книга. Она полна историй о героях. Даниил жил в сложное время. Он был иностранцем и рабом Вавилоне. В этой книге множество историй о Божьих победах в самых сложных условиях. Там мы знакомимся с тремя друзьями Даниила. У них сложные имена — Сидрах, Месах и Авденага. Можете называть их Пол, Ринго и Джон, если это вам как-то поможет. Царь Вавилона, Навуходоносор, решил сделать свое изваяние. У него было раздутое эго. Вам понравится эта книга, потому что Бог поработал с его эго. Если сказать по-простому, то он сказал ему, «Парень, так чего так надулся? Вам нужно прочесть книгу, чтобы узнать, что Бог сделал с ним». Но в это время Навуходоносор все еще был самоуверенным. И он сделал статую самого себя и велел всем поклониться ей. И в назначенное время поклонились все, кроме тех троих. Это сразу же заметили все. Царь был шокирован тем, что кто-то его ослушался, поэтому он решил встретиться с ними. Я прочту вам, что они сказали, но перед этим хочу напомнить, что в жизни у этих юношей была череда ужасных обстоятельств. Они были рабами в чужой стране. Их страна уничтожена, почти все их ровесники убиты, поэтому у них есть все причины, чтобы жить в злости, обиде, горечи и ненависти. Даже по отношению к Богу. Их жизнь идет не так, как они планировали. Их мечты разрушены. Амбиции их родителей улетучились. У них есть все причины, чтобы ожесточиться, но при этом они не такие. Хочу обратиться к американской церкви. Мы ищем слишком много отговорок, чтобы оправдать наше нечестие. В моей семье были неправильные порядки. Я не попал в ту школу, в которую так хотел. Со мной поступили несправедливо. Все это может быть правдой и довольно болезненной, но это не может быть законной причиной, чтобы бунтовать против Бога. Нас больше интересует лицензия на грех, чем порядочность. Послушайте, что те юноши сказали царю. О, Новохудоносор, нам нет нужды защищаться пред тобой в этом деле. Царь, мы не собираемся защищаться. Отнюдь. Если нас бросят в огненную печь, то Бог, которому мы служим, может спасти нас из нее и избавить нас от твоей руки, о царь. Бог, которому мы служим, сильнее тебя. У тебя есть статуя, но наш Бог могущественнее твоей статуи. И он освободит нас. Хм, какая смелость. Но следующее заявление еще более впечатляющее. Но даже если нет, мы хотим, чтобы ты знал, о царь, мы не будем служить твоим богам и поклоняться золотой статуе, которую ты поставил. Наш царь, наш Бог, может нас освободить. Но давай сразу разъясним, даже если этого не будет, мы все равно не поклонимся. Никакой политкорректности. Если такое же обсуждение проходило бы сегодня где-то, то звучало бы это немного иначе, не так ли? Мы бы сказали, «Набухудоносор, мы ценим вашу власть и размах вашей империи». Вы собрали людей из многих стран мира. И со всей нашей политкорректностью мы бы нашли оправдание для этого поклонения. Друзья, наш Бог — освободитель. Он освобождает от болезней, от рабства, греха и плохих привычек. Наш Бог верный. Нам нужно верить в это в своем сердце. Это больше, чем церковные служения или милые занятия по социальной этике. Мы служим всемогущему Богу, который вмешивается в дела Его людей, а также наш Бог все знает. Он внимательный, и в Библии это показано разными способами. Иисус рассказал притчу о богатом землевладельце, который уезжал надолго. Он собрал своих доверенных лиц и раздал им значительное средство. Спустя долгое время он вернулся и попросил отчет. Это история о талантах. Хочу прочесть вам всего один стих из этой притчи. Евангелие от Матфея, 25 глава. Там сказано «молодец», «ты хороший» и «верный слуга». Ты был верен в малом, я поручу тебе более важное дело. Заходи и веселись со своим хозяином. Принцип очень простой. Если вы верны в малом, то вам доверят большее. Но перед тем, как вам доверят что-то важное, вы должны проявить себя верным в мелочах. Исайя, 59 глава. О нет, не коротка рука Господня, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. Чудесное обетование. Бог говорит, моя рука не сократилась, сила не уменьшилась. Я вас слышу. Я слышу ваши проблемы и могу до вас дотянуться. Вот какой у меня Бог. Может, и у вас тоже, но... Но у меня он точно... Точно такой. Бог желает... Принести свободу своим детям. Разве это не прекрасно? Посмотрите на второй стих. Но ваши беззакония отделили вас от Бога. Грехи ваши скрыли от вас лицо его так, что он не слышит. Руки ваши запятнаны кровью, пальцы ваши грехом, уста ваши произносят ложь, и язык ваш бормочет грехом. Никто не взывает к справедливости, никто не защищает своего дела честно. Они полагаются на пустые доводы и говорят ложь. Какое точное описание современной жизни Америки? Что случилось? Бог говорит, что его силы достаточно. Он обо всем знает, так как же мы пришли в это состояние. Тут сказано, что наши беззакония стали причиной отделения. Бог не отдалялся от нас. Наши беззакония и решения, мысли и ценности отделили нас от Бога. Но хорошая новость в том, что если причиной этого отделения стали наше решение, то мы можем убрать это отделение. Отступничество и ложь перед Господом, отказ следовать нашему Богу, призыв к угнетению и мятежу, слова лжи зачатой в наших сердцах. Итак, справедливость отнесена назад, и праведность встала поодаль. Истина споткнулась на улицах, честность войти не может. Истины не стало, и всякий отворачивающийся от зла делается добычей. Очень похоже на наш мир, не так ли? Истины не стало. А если вы отворачиваетесь от зла, то над вами смеются. Если вы решаете жить согласно Библии, строить отношения или бизнес по Библии, то зачастую над вами насмехаются. Вас почему-то считают недалеким. Господь посмотрел, и было ему неугодно. В 14 стихе меня заинтриговали четыре слова. Справедливость, праведность, истина и честность. Как вы думаете, улучшил бы качество жизни рост этих четырех вещей. Справедливости, праведности, истины и честности. Это очень важная слава. Очень важная для всех нас. Для всех нас. Когда Бог говорил к народу Израиля через своих пророков, то это большей частью открывало им Божий взгляд на них самих. В серии из четырех дисков «Бог благослови Америку» пастор Аллен раскрывает то, что Бог говорит к нам сегодня. «Бог благослови Америку». Специальная серия из четырех дисков — это наша благодарность за ваши пожертвования, которые помогают нам продолжать трансляции «Интент». Заходите на наш сайт, чтобы запросить свой экземпляр. Спасибо, что помогаете нам распространять благую весть. Исайя говорит не коротка рука Господня, чтобы спасать, и не туго ухо Его, чтобы слышать. Искупитель придет к тем, кто покается. Что отдалило нас от этих вещей? Наши собственные преступления. Мы не бессильны. Все может измениться. Что Бог сказал об Америке? Что бы Он сказал нам, если бы вышел за кафедром? Думаю, Он спросил бы у нас о трех тысячах детей в день, которых мы приносим жертву. Потому что это неудобно или экономически невыгодно. А еще Он спросил бы нас о пятидесяти миллионах детей, которых мы потеряли за все эти годы. Я понимаю, что нам нужно иметь сострадание к людям, которые прошли через это. Но я думаю, что Бог спросил бы нас об этом. Мы слишком долго молчали о справедливости и наших правах. Тогда как тысячи детей ежедневно умирали без права голоса. Думаю, Бог поговорил бы с нами об этом. Также, думаю, Он поговорил бы с нами о том, как легкомысленным мы отнеслись к Его морали и выбрали свою. Думаю, Он поговорил бы с нами о постоянном недовольстве в наших сердцах. Я часто общаюсь с пасторами, и многие из них очень эффективны. Они возглавляют большие всемирные служения церкви. Это удивительные люди, но когда я бываю на таких собраниях, то понимаю, что в рассказах о наших достижениях можно упустить большую картину. Я знаю, что Бог призвал меня в это место, и наша церковь просто удивительна. Вначале мы арендовали небольшое место, потому что купили маленький участок. И наше первое собрание на этом участке было в палатке. Для нас она была красивее, чем храм Соломона. И много лет спустя Бог благословил нас феноменальным образом. Но самое интересное, что в нашу церковь ходило рекордно маленькое число людей. Это в самом центре библейского пояса. На собрание приходило мало людей. Такого еще не было за всю историю этого города и региона. Поэтому я не могу показывать Господу, что мы сделали, и говорить. Посмотри, Господь, может нам начать собрание по вторникам, чтобы разместить всех желающих. А вы будете сидеть с их детьми. Я уверен, вы будете этому рады. У меня осталось всего несколько минут. Я хочу, чтобы мы взглянули на отрывок, который дал нам Бог, чтобы подготовить нас к тому, что ждет нас впереди. Это важный вопрос. В жизни важно быть готовым. Между собраниями я разговаривал с парой, у которой родился ребенок. О том, как изменилась их жизнь. Вы месяцами готовитесь к появлению ребенка. Он рождается. И вы чувствуете себя неготовыми. Почему никто нас не предупредил? Вы никого не слышите, пока у вас не появляется ваш первый ребенок. Подготовка важна, потому что мы переходим в новый сезон. Утром уже стало прохладно, и мы с нетерпением ждем этого нового сезона, чтобы отдохнуть от жары и влажности летом. Представьте, что вы только родились на эту землю. Эта пора покажется вам ужасной, потому что через 4 недели умрут все растения, с деревьев осыплются все листья, цветы засохнут. Если бы вы никогда этого не видели, то могли бы подумать, что пришел конец жизни на планете Земля. Это всего лишь время года, но и к нему нужно быть готовым. Если через 2 месяца вы будете одеваться так же, то вам будет некомфортно. Подготовка нужна. Подготовка эффективна только для тех, кто слушает. Я считаю, что перед возвращением Господа мы увидим величайший в истории урожай душ для Царства Божьего. Но перед тем, как аплодировать, подумайте, что время сбора урожая — это очень трудоемкое время. Сбор урожая — это время невероятных усилий и усердия. Если вы не будете собирать урожай, а проспите это время, или уедете в отпуск, то вы лишитесь себя того, что будет вам так необходимо в более скудное время. Много лет назад мы посадили клубнику, мы очень любим ее, и родители помогли нам посадить ее. В первый год все было хорошо, потому что это было просто. Клубника разрастается. Через два года мне казалось, что у нас 15 гектаров клубники, хотя на самом деле было всего 20 соток. Было весело собирать их в первый раз. Я люблю свежую клубнику, особенно если кто-то ее помыл и почистил, посыпал сахаром, и еще взбитыми сливками, и пододвинул ко мне тарелку. Это просто супер. В первый раз я думал о клубнике именно так, но те растения продолжали плодоносить. А у моих родителей была эта странная идея, что нам нужно собрать клубнику и угостить друзей. Если они хотят клубники, пусть приходят и сами собирают. После 10 дней сбора я возненавидел клубнику. Я возненавидел моих друзей, потому что они хотели наслаждаться жизнью за счет моего пота и крови. Я вырос в сельской местности. У нас было целое поле сена. Мы собирали сено. Мы удобряли это поле. Засевали его, потому что знали, что нам нужно чем-то кормить скот. Мы собирали сено. И это было не так, как сегодня. Без модного оборудования. Мы косили сено и собирали его в ужасные блоки, а дети их переносили. Это было время жатвы. Урожая было так много, что мы не могли все съесть, поэтому мы собирали и хоронили до следующего сезона. Время урожая нелегкое. Оно не похоже на отпуск. Это вам не прогулка в парке. Вам понадобятся и перчатки. Вы устанете. Но этот сезон имеет свой срок, и если мы на него не отреагируем, то упустим прекрасную возможность. В послании к Ефейсинам есть отрывок, который поможет нам подготовиться к этому времени. Ничего сложного, все просто и ясно. Давайте разберем все детально. Вначале тут говорится, чтобы мы укреплялись в Господе. Итак, прочитаем. Укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед происками дьявола. Потому что мы боремся не против плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого века, тьмы этого века и против духов зла на небесах. Поэтому возьмите все Божие вооружение, чтобы вы могли противостоять им в день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев, выстоять. Встаньте твердо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности и обувь ноги в готовность возвещать радостную весть о мире. А кроме всего, возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола. Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа, Слово Божие. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. Минуточку, пастор, я просто хожу в церковь, я просто не хочу попасть в ад. Мне главное получить билет на небо, а остальной ерундой занимайтесь косами. Так у вас ничего не получится. Я сомневаюсь, что так вы попадете на небо. Если вы думаете, что можете повторить молитву, окунуться в бассейн, а дальше жить на своих условиях, игнорируя Божьи принципы, и при этом иметь те же преимущества, что и люди Божьи, то для меня это очень тревожный звоночек. Я бы не рассчитывал на вечность, на таких условиях. Я не говорю, что все должны быть проповедниками. Когда Иисус дал нам молитву «Отче наш», то сказал нам произносить ее «Каждый день». «Да будет воля Твоя, да придет царство Твое через меня, мы учимся укрепляться Господом». В 11 стихе сказано «надеть все вооружение Божие». Зачем его надевать? Потому что так модно? Или чтобы вам было чем хвастаться перед другими членами церкви? «Мой шлем, крочь Твоего». Нет, там сказано «наденьте на себя все вооружение Божие, чтобы вы могли устоять». Если у вас не будет этого вооружения, то вы не устоите. Я в этом уверен. И у этого вооружения есть семь составляющих. Я их перечислю. Станьте твердо, подвязавшись поясом истины. Если вы не знаете истину о себе и о своей жизни, если вы не человек истины, то на вас не будут держаться штаны? Очень сложно ходить, когда они падают. Это вообще-то позорно. Вам нужна истина. Надев броню праведности и обувь ноги в готовность возвещать радостную весть о мире. А кроме всего, возьмите щит веры. Вам самим нужно взять щит веры. Он доступен, но выбор за вами. Зачем вам его выбирать? Потому что зло пускает огненные стрелы, и без веры вам их не угасить. Шлем спасения. В нашем разуме идет сражение, и оно не только со злыми или аморальными мыслями, но и сражение за прощение, другие пути, к которым призывает нас Бог. Нам нужен меч Божий. Ну и последнее. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время Духом. Мы поговорим об этом через несколько недель. Двенадцатый стих. «Знайте своего врага». Мы сражаемся не против плоти и крови. Как это? Мне казалось, что большинство моих проблем с людьми, может, и не люди, причины моих проблем, но они их доставляют. Ну же, ваш коллега очень похож на службу доставки лукавого. И Павел напоминает нам, что наше сражение на самом деле не с людьми, а с силами и властями тьмы. Пастор, но я в это не очень-то верю. Поэтому я прочел вам это. Это из Библии. Это не второстепенный компонент, а суть всего конфликта. Тринадцатый стих. Сказано. Что злой день придет. Поэтому возьмите все Божие вооружение, чтобы вы смогли противостать им, когда придет злой день. Нас уже предупредили. В вашу жизнь придет то, что можно будет смело назвать злом. Вы его не приглашали и не заслужили. Оно просто вторгнется в вашу жизнь. Иисус сказал ученикам, вот что произойдет, когда мы придем в Иерусалим. Они были готовы? Не очень. Позже они вспоминали этот момент, и нас также предупреждают. Тринадцатый стих. Сделайте все необходимое, чтобы выстоять, а потом стойте твердо. Иногда вы делаете все, что знаете, произносите все молитвы, отреагировали, как умели, сделали все, что знали, но решения все нет и нет. Что же делать тогда? Стоять. Это напоминает мне стойкость или выносливость, а я не люблю эти слова. Я готов предложить их вам, а мне нравятся молниеносные ответы. Я бы хотел, чтобы Бог отвечал на мои молитвы еще до того, как я скажу «Аминь». Я хочу, чтобы вы были терпеливыми. Я хочу иметь терпеливых друзей. Далее. Восемнадцатый стих. «Бодрствуйте». То есть мы должны быть настороже. «Бодрствуйте» и будьте постоянно в молитве. Знаете, почему нам говорят быть постоянными в молитве? Потому что я устаю от молитвы. Мне хочется сказать «Святые, молитесь за себя сами». Сколько раз молиться? Ну пусть кто-то другой помолится для разнообразия. Но здесь сказано. Будьте постоянно в молитве за всех святых. Мы живем в уникальное время. Бог движется на земле так, как никогда. Верю, что в будущем нас ждет величайшее в истории человечества движение Святого Духа. Но я также верю, что возможно величайшее в истории проявление зла. И вопрос в том, будем ли мы готовы к этому сезону. Не нужно плакать о смене сезонов. Вы можете грустить за окончание лета, но это никак не поменялось. Не мешает осени и зиме прийти. Некоторые люди сожалеют о том, что мы не живем в то или иное время. Я вас услышал, я вас понимаю, но впереди нас ждет будущее. Библия говорит, что Бог дает все необходимое для жизни и благочестия. Его рука не сократилась, его сила не уменьшилась, его слух не ухудшился, и он придет за своим народом. Перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что Бог следит за вашей жизнью. Иногда нас будто бы захватывает лавина плохих новостей, а обстоятельства кажутся слишком сложными. Но Бог не удалился, Он не ушел в отпуск, Он наблюдает за вашей жизнью. Это не означает, что у нас не будет трудностей, но важно помнить, что Бог может и хочет освобождать свой народ. Наш Бог освободитель, искупитель, Бог милости и прощения. Ему можно доверять. У Него есть план на все века. Иисус – Господь всего. И перед тем, как попрощаться, я хочу помолиться за вас. Отец, спасибо, что Твоя истина в нас сильна. Она дает нам свободу. Помоги нам увидеть, что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто против нас. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Будьте твердыми. Божиих вам благословений. Увидимся в следующий раз. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует...